МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7-11 октября. Экспоцентр на Красной Пресне. У вас есть груз. Вам нужно его перевезти. Есть решение. Повезет легко. ЧМЗАП. Настоящие прицепы для большой страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сирия согласилась выполнить любые условия ООН по разоружению. Появятся они уже сегодня. В совбезе представят доклад по химическому оружию. Тем временем договоренности России-США по Сирии мировая пресса называет блестящей партией Москвы. Комсомольск тонет в Амуре. Уровень воды в городе выше 9 метров. К пику наводнения готовится сейчас Николаевский район Хабаровского края. А люди, потерявшие все, не знают, как платить по кредитам. Жилья больше нет, а долги остались. Корабль весом 110 тысяч тонн начали доставать из воды. В Италии пытаются поднять затонувший лайнер Костконкорде. С помощью воздушных подушек судно хотят поставить вертикально и погрузить на специальную платформу. Журналисты выяснили, что теперь «Роснефть» претендует на долю Сулеймана Керимова в Уралкале. Кому достанется 20-процентный пакет стоимостью около 4 миллиардов долларов? В истории с покупкой акции уже замешанный банкир Владимир Коган. Подробности у наших экономистов. Ангела Меркель готовится к выборам. Через неделю канцлер ФРГ может смениться. Социал-демократы теснят ее христианско-демократический союз, но не везде. На парламентских выборах в Баварии победу одержали союзники действующей главы Германии. В Москве. Три часа дня. Здравствуйте. В эфире круглосуточный информационный канал «Россия-24». С вами Мария Маргун. Я и мои коллеги расскажем о главном к этой минуте. Последние теракты в Чечне и Индивии.